Ни шензай су! Выродок по комиксам Тоддом Макфарлейном Тоддом Макфарлейном Возвращается на Землю спустя 5 лет. Он видит Ванду, ее ребенка, который у нее от его лучшего друга Терри, и это гложет его изнутри. Сам Симмонс не особо доволен и тем, как он выглядит, ведь теперь он обгоревший уродец, пусть и в стильном костюме. Страдание бедолаги усиливает и сам факт заключения сделки, поскольку спаун должен возглавить армию преисподней в ее битве с Силами Небес. Эл всячески пытается откосить от злодеяний, но его клоуна-сквернитель постоянно подстригает его и следит за тем, чтобы остатки человечности спауна окончательно угасли, и он согласился повести воинов ада в бой. В этом, по сути, и заключается драма этого персонажа. Он уродлив, но все еще человечен, любит свою жену и пытается поступать правильно, старается быть справедливым. В то же время, ему тяжело ладить с окружающими, ибо вид у него довольно угрожающий. В одноименном сериале, тема близости его жены и лучшего друга так часто затрагивается, что невольно задаешься вопросом, а почему же тот не пририсовал спауну рога, когда придумывал его образ? Эл Симмонс негодует, что его женщину забрал себе другой, а клоун только подливает масло в огонь. У нее своя жизнь, ребенок, которого ты не мог ей дать, муж с лицом на месте. Здесь поднимаются вопросы о том, что же такое добро и зло, и можно ли распознать, что к чему. И, к слову, эту философию задвигает сам создатель персонажа перед каждой серией. Видите ли, у вас тоже может быть в запасе вечность, чтобы пожалеть о своей собственной ошибке. А потом выдает. А теперь спаун. Тушите свет. Чувак очень трепетно относится к своему детищу, и я не могу это не уважать. Это вам не Анжей Сапковский, который типа, ай да делайте сериал по Ведьмаку как хотите, мне вообще никакого дела нет. Тодд Макфарлин сказал, что согласен отдать спауну в Комбат Пак только если он будет лучшим персонажем. Если он будет сделан превосходно, и мы уже знаем, что в итоге он остался очень доволен, а это определенно хороший знак. Но давайте к основной теме видоса. Чем же все-таки так крут спаун? Не зря же он самый последний персонаж Комбат Пака. Это ли не самый лакомый кусочек? Всегда удачное сочетание черного и красного цветов, шипы, цепи, маска, большой красный плащ. Сложно при виде этого не сказать, что персонаж выглядит круто. Автор словно пытался вобрать в него все самое брутальное, что только можно было. При всем при этом, внешний вид спауна асимметричен. Если мы привыкли, что одну часть персонажа можно просто отзеркалить, то с ним так не получается. Да, его рисуют по-разному, но как и в МК-11, у него будет большая хреновина на одной ноге и такая же грузная рука. Ну и прочие части красного снаряжения на черно-белом костюме. В МК у него, судя по всему, будет меч, хотя его привыкли видеть с топором. С ним он сражался в Soul Calibur 2. Маска с шикарным узором, формирующая его логотип. Первый раз, зайдя в доту, я пикнул Рубика, только потому что его маска напомнила мне спауна. Да, зеленые глаза классно смотрятся, мне чертовски нравится сочетание цветов. Но еще более крутым спауна делают его боевые навыки, ибо он не какой-то хрен с горы, который внезапно обрел магические силы. Эл Симонс при жизни уже владел боевыми искусствами, по сути был машиной для убийств, владеющей всеми видами огнестрельного оружия. И теперь представьте, что у такого превосходного солдата, вдобавок к его навыкам, появился еще и костюм-симбиот, дарующий ему невероятную мощь. Как можно не бояться этого парня? Вид у спауна крайне пугающий. Своим недругом он часто предстает в форме неведомой херотения. Во тьме, где хорошо видны только его устрашающие зеленые глаза. Настоящий лик обгоревшего Элла способен не только напугать, но и свести с ума даже самых стойких людей. Наводить ужас на врагов он предпочитает с помощью зуона своих ползущих к жертве цепей. Плащ, впрочем, тоже неплохо справляется с тем, чтобы обезвредить цель. При всей своей внешней крутоте спаун хороший тем, что он отлично прописанный персонаж. Его трагедия и внутренняя борьба подробно описывается в комиксах, от чего ему хочется сопереживать, а то и вовсе ставить себя на его место. Ведь никогда наверняка не знаешь, насколько ты будешь справедлив к окружающим, когда твоя жизнь рушится словно карточный домик. Нет, он не боится человеческой природы. Напротив, насколько страшным и жестоким спаун может быть к врагам, настолько же снисходителен и добр он к тем, кто, по его мнению, этого заслуживает. Эл Симмонс понимает, что жестокие расправы могут похоронить в нем остатки человечности, а потому ему нередко приходится принимать тяжелые решения. Не желающий более убивать и вмешиваться в дела смертных, наделенный практически безграничной силой, он предпочитает либо оставаться в стороне, либо отправлять своих жертв на суд общественности. Чтобы искупить свои грехи, он также вступается за тех, кто не способен себя защитить сам. Но главным козырем спауна, конечно же, являются его мистические способности. Некроплазма – его источник энергии, которая расходуется при использовании магии. Если она иссякнет, он снова вернется в ад, а потому он нередко ограничивается огнестрельным оружием. Кстати, вот эти цифры, появляющиеся на протяжении всего мультсериала, как раз обозначают количество этой самой некроплазмы. Ее становится все меньше и меньше в ходе сериала. Помимо уже упомянутых цепей и огромного красного плаща, Эл Симмонс наделен огромной физической силой. Его нельзя просто так убить из-за невероятной регенерации, а уникальным на фоне других Эл Спаунов его делает то, что он может чувствовать страдания, боль и ненависть. То есть он испытывает муки всего человечества. Живой костюм симбиот спауна называется «Кожа из седьмого дома», и все эти черепа, цепи, плащ и шипы связаны с центральной нервной системой Симмонса. По сути, мощь спауна ограничена только его воображением. Он способен менять реальность так, как ему вздумается, телепортироваться, летать и даже повелевать стихиями природы. Да что уж там говорить, ему подвластна сама жизнь, он может воскрешать мертвых, исцелять больных и даже сжигать души. Убить отродье можно только обезглавив его оружием рая. Вот такой крутой персонаж Спаун. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Буду рад пообщаться с вами на стриме, который провожу каждый день и буду с нетерпением ждать спауна в МК-11. В этом современном файтинге он должен раскрыть свои способности на полную. Гляньте сериал, если он прошел мимо вас и играйте в Mortal Kombat красиво.